Гомельские предприятия, Продмаркетбай, Бумпром, IT-Support.me и Светлогорский завод сварочных электродов стали победителями национального конкурса «Предприниматель года». Причем резидент Гомельского технопарка компания IT-Support.me победу в престижном конкурсе одерживает уже второй год подряд. На этот раз в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг». За двойной успех предприятие будет награждено правительственным дипломом «Гоноровый предпринимательник». С победителем встретилась Марина Джалая. Начинали с двух программистов, а сейчас их уже более 80. Компания IT-Support.me работает на рынке около пяти лет. Разрабатывает и поддерживает программное обеспечение для крупнейшей в США сети производителей, которые являются дистрибьюторами медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Причем один из руководителей родом из Гомеля. Отсюда интерес и доверие к белорусским разработчикам. Что вам помогло вашей компании стать одним из победителей национального конкурса «Предприниматель года»? Наш заказчик – компания, которая занимается продажами и поставками медоборудования и медпрепаратов. Соответственно, наша система помогает ей, этой компании, нашему заказчику делать их бизнес. То есть, отслеживать полностью жизненный цикл клиента, их пациента, то есть, начиная от того, как он вообще захотел что-то у них приобрести, появилась такая потребность, до они проверяют, насколько это подходит человеку, насколько врач действительно прописал. Разработчики компании IT-Support.me изобрели мобильное приложение, с помощью которого можно определять уровень сахара в крови, тоже по заказу американской компании. Ребятам удалось то, что не смогли корейские специалисты. Хотя сейчас, согласно условиям резидентства в технопарке, дальнейшую работу над устройством IT-Support.me передала доверенная компания IT-Doc. Кстати, изобретение станет доступным и для жителей Беларуси, но это еще в будущем, а на себе испытать его мы решили уже сейчас. Прокалываем ваш пальчик. Не больно? Нет, не больно. Теперь вставляем тестовую полоску в прибор и берем пробу крови. Совсем чуть-чуть. Да, 5,8 у вас. Все хорошо? Да, все в порядке. На сегодняшний момент у нас полностью есть завершенное устройство, оно работает. Это устройство, которое может работать на 80% известных телефонов. На сегодняшний момент мы занимаемся разработкой расходных материалов, собственных расходных материалов под это устройство. Вот это сейчас наша основная приоритетная задача. Некоторым больным диабетом нужно измерять сахар в крови до 10 раз в день. Делать это амбулаторно практически невозможно. Поэтому с каждым годом ученые стараются сделать жизнь людей с таким заболеванием комфортнее, изобретая удобные в использовании и высокоточные глюкометры. Частое измерение глюкозы – это залог компенсации диабета. Чем чаще пациент это сделает, тем лучше мы получим контроль и, соответственно, сможем притормозить развитие осложнений и улучшить прогноз на будущее у этого пациента. Пока же компания IT Support Me работает над рядом других интересных медицинских проектов. В планах увеличить количество заказчиков и расширить рынок экспорта своих услуг. Еще один победитель конкурса – Светлогорский завод сварочных электродов – является резидентом СЭС Гомель Ратон. И его успешная работа во многом обусловлена принадлежностью к свободной экономической зоне. Наше действующее законодательство предполагает ряд льгот, налоговых и таможенных преференций для резидентов свободной экономической зоны, что позволяет более динамично развиваться в предприятиях и сэкономленные те денежные средства пускать на развитие и расширение производства. Этим и планирует заняться руководство завода сварочных электродов. По результатам недавнего визита в Винницу, где находится головное предприятие «Плазма-Тех», было принято решение о расширении его площадей на территории Светлогорска с созданием более 110 новых рабочих мест. Объем инвестиций при этом превысит полтора миллиона долларов. Специалисты отмечают, сейчас благоприятное время для развития бизнеса в нашей стране, не только крупного, но и среднего и малого. Для этого разработан проект декрета по либерализации в экономике о развитии предпринимательства. Сейчас он находится на рассмотрении президента Беларуси Александра Лукашенко. Все это мы надеемся, и я думаю, это будет направлено и в результате даст нам увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Напомню, в сентябре уже было подписано несколько указов в этом направлении. Так, 337-й о регулировании деятельности физических лиц расширил перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Перечень расширили за счет таких видов деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов, обуви, парикмахерские и косметические услуги, выполнение отделочных работ и так далее. Всего 12 видов деятельности, и это еще не предел. Марина Джала, Павел Антонов, Сергей Лукашук. Новости недели.